У Михаила Щербакова есть песня, я не помню точно там что-то такое, возможно хрупок мой идеал, но это свойство всех идеалов, ну или что-то похожее, в общем там есть слова вот такие, да, но это свойство всех идеалов. Мы всегда ржали, потому что, ну что такое идеал, да? А что такое идеал? В самом деле, что такое идеал? Пусть Ка это кольцо. Вот так вот, с места карьер, да? А что такое кольцо? Кольцо, это не то, которое на руке носят, нет, тоже, это другое. Есть поля, но в них картошка не растет. Есть группы, но это не те, которые потры собираются и бухают, да? Есть тела, боже мой, даже тела, но не обнаженные. То есть очень много в алгебре есть всего, но это все не то, что вы думаете. Так вот, кольцо, это когда можно складывать, и это группа получается по сложению, а также умножать, и все, значит, все, как бы, все аксиомы по умножению, почти все тоже групповые, но все-таки делить не всегда возможно. Ну и, как бы, в кольце можно всегда сопрягать сложение с умножением по обычным формулам, вот таким. Ну и вообще все, все, как бы, все обычные правила игры, которые выполняются в вещественных числах, выполняются в любом поле, а все правила игры, которые в целых числах, выполняются в любом кольце. То есть кольцо, это как бы обобщение понятия целых числа. Можно все, кроме как делить. Делить иногда можно, иногда нельзя. Но кольца бывают очень разные, самые разные, самые интересные, всякие там кольца, есть кольцо. Ну, дать примеры, да, z, потом кольцо гауссовых целых, то есть все целочисленные точки плоскости, рассматриваемые как множество комплексных чисел, образуют кольцо. Потом, значит, треугольная сетка на плоскости называется кольцом из Эйнштейна, вот, то есть все вершины всех хроностроенных треугольников из обычного, значит, из обычного такого треугольного вот разбиения, вот. Ну, и вообще очень много разных колец внутри C есть всяких числовых, но если выйти за пределы этого, то еще есть кольцо, там, скажем, фактор, фактор кольцо целых чисел по всем кратным m. Ну, вот, как раз сейчас про это идет речь, потому что я хотел бы сказать, что такое идеал. Ну, подождите, да, значит, в общем, короче, если есть некий идеал внутри кольца, то фактор тоже является кольцом. Ну, это мотивировка, сейчас я объясню, что такое идеал. Ну, еще у нас есть кольцо многочленов от одного или нескольких переменных. Тоже сложение, вычитание, умножение, да, все по обычным правилам делается, а делить, ну, не получается, ну, не всегда получается. Так вот, теперь, значит, да, вот, чтобы получить кучу разных новых колец, нужно воспользоваться понятием идеал. Что такое идеал? Идеал, я продолжаю тем же фломастером, который писал про кольцо. Идеал А внутри кольца К. Это, во-первых, Абелева подгруппа. Ну, я мог бы не писать Абелева, здесь все. Абелева. Здесь все, все коммутативно. Я не хочу сейчас париться там двусторонними идеалами всякими, то, что... В матрице, кстати, тоже есть идеал, но там вот как раз не коммутативность, поэтому там все сложнее. Ну, давайте начать, значит, Абелева подгруппа. Вначале у нас все коммутативно. Ну, и, во-вторых, некое свойство, которое усиляет понятие подкольца. Если бы я сказал, что это Абелева подгруппа, который еще является подкольцом, то это означает, что произведение двух элементов из А будет лежать в А. Но я требую больше. То есть, любой идеал будет под кольцом, но обратное неверно. Для любого элемента из А и любого элемента из К, А умножить на Б и лежит в А. То есть, такое поглощающее множество, да, поглощающее. У нас, если взять элемент из идеала и домножить на вообще любой элемент из кольца, то всегда падает внутрь идеала. Ну, теперь нужно, как бы, с одной стороны, рассказать про факторизацию. Эта история с факторизацией очень важна здесь. Вот. А идеалы вообще созданы для того, чтобы новые кольца на их основе строить. Вот. А во-вторых, примеры, да, нужны в большом количестве. Ну что, начнем, может быть, с примеров, да? Да. Ну, с чего все началось? Ну, конечно, началось все с того, что подгруппы. Подгруппы. Группы Z. Все являются идеалами. Потому что, как написано в панматематике с МЭТом, один из первых уроков, любая такая группа имеет вид M умножить на Z. То есть, кратные, да, это все такие подгруппы, это кратные какого-то одного и того же числа. Ну, в самом деле, сложили два кратных или вычили, получилось кратное, да? То есть, берем там кратные 15. Из два числа кратным 15, если их оба можно посчитать количественными по 15 групп, это я так Свете, второкласснице объясняю, то есть, сумму тоже можно кратными по 15 взять. Ну, и если домножить кратное 15 на любое целое число, тоже получится какое-то кратное 15, да? То есть, мы не потеряем делимость на 15. Также будет, естественно, с любым числом M. То есть, все кратные данные M образуют, конечно, идеал. Вот, ну и вот остатки по модулю M. Это типичный пример факторизации. Ну, и давайте, значит, после того, как мы типичный пример разобрали, давайте выпишем теперь факторизацию в общем случае, а дальше посмотрим, какие бывают частные варианты этого дела. Значит, итак, что такое фактор кольцо, кольца по идеалу? Что это такое? Это вот что такое. Это я просто рассматриваю сдвиги элементов из кольца на вот этот идеал весь целиком. То есть, да, ну, кстати, в идеале всегда содержится 0, потому что я же на 0 могу домножить. И требование стоит том, чтобы я остался внутри. Значит, 0 внутри. А, ну, и под группа-то всегда содержит 0. Значит, итак, я, значит, вот вместо одного элемента рассматриваю его плюс всевозможные, ну, то есть, конкретно его, а также сдвиг его на все элементы из этого идеала. Ну, и я теперь, значит, научиваюсь складывать, вычитать там и делить эти дела по очевидным, ой, делить я не умею умножать, по очевидным формулам, что это просто будет x минус y, да, x плюс минус y. И дальше я прибавляю. Ну, фактически это сложение по Минковскому и все. А вот, то есть, любой элемент отсюда, с любым элементом отсюда сложить или вычесть, соответственно. С умножением там, значит, по Минковскому, мне кажется, не получится. Надо просто в лоб говорить, что x плюс a умножить на y плюс a по определению равно xy плюс a. Ну, и вот теперь, как бы, мне нужно, то есть, вот эти вполне я могу воспринимать как сумму по Минковскому внутри, но вот это вот, вот это, вот это произведение, это не произведение по Минковскому. Произведение по Минковскому будет лежать строго внутри этого множества, но не всегда совпадать с ним. Я просто говорю, что двум вот таким вот классам соответствует класс, содержащий произведение двух элементов. И вот здесь я утверждаю, что неважно, какие именно рассмотреть. Но в самом деле, почему это не важно? Ну, потому что если я взял x и сдвинул на какой-то элемент из идеала И y тоже сдвинул на элемент из идеала То что вышло? Тут еще видно, да? Чуть-чуть видно xy плюс xb плюс ya плюс ab Ну, вот эти все, все абсолютно вот эти Они в идеале лежат Потому что это произвольно, это из идеала Это произвольно, это из идеала Эти оба из идеала Значит, все это лежит в идеале Поэтому это, значит, принадлежит xy плюс a Ну, что и требовалось доказать То есть, какие бы здесь ни брать, произведение всегда попадает сюда И значит, можно определить их произведение как вот это число Ну, и ясно, что это будет кольцо И ясно, что, так сказать, оно будет в каком-то смысле проще, чем исходное Потому что мы сгруппировали по целым классам все Для этого существует идеала, чтобы как бы как-то структурировать кольца Их уменьшать, изучать отдельно Так, теперь сотрем И приведем некоторые примеры идеалов, да? Немножко другого вида Ну, значит, во-первых, из z от i некоторые приведу Он будет похож на предыдущие Похож, но, значит... Ну да, ну тут есть два, да, два раздела, которые интересно рассмотреть Идеалы в кольцах многочленов и идеалы в кольцах, значит, внутри комплексных чисел Вот они по-разному очень себя ведут Значит, ну... Все, что мы до этого видели, это главные идеалы Что такое главный? А главный... Если a это просто кратные какого-то... Ну, m это целое число обычно Какого-то элемента из k Все кратные Ясно, что, как и с целыми числами, сумма двухкратных И разность двухкратных И до умножения кратного на любое Дает кратное число a Так вот, не всегда бывают... Вот не все идеалы главные Вот это главное, да? Главное замечание, что не все идеалы главные В самом деле Рассмотрим кольцо Для этого нужно далеко пойти То есть Нужно рассмотреть кольцо многочленов от двух переменных И вот идеал всех многочленов У которых нет свободного члена Вот Он Ну, как бы С целыми все многочлены Да? Которые начинаются либо с x, либо с y Но вот констанции в них нет Понятно, что если домножить любой такой многочлен на произвольный То констанции тоже не будет Потому что константа умножится там на соответствующий x Или соответствующий y В общем, пропадет константа Не будет Константа может получиться только из умножения констанции на константу Поэтому если в одном из многочленов констанции не было То и произведения не будет Ну, а про сумму и разность вообще очевидна Так вот, этот идеал не является главным Он не есть, так сказать ну не бывает такого многочлена что его кратные исчерпываются вот его все его кратные это такой идеал ну ну как строго доказать да ну от противного вот такие вещи надо проверять на самому доказывать потому что иначе теряется связь с реальностью значит от противного иначе получается что x равен произведению какого-то многочлена какой-то еще игрек тоже раз shooting aquowo- enorme что на того чтобы еще многочлена но смотрите степень при произведении многочлена степень суммируется значит из вот такого выражения уже ясно что они один из них ли не другой константа да но тот который константа но получается что он просто этот вот должен быть просто x он все да но если здесь константа была бы то это было бы либо все многочлены, и это не совпадает с идеалом всех без свободного члена. Значит, этот линейный должен быть, ну, тогда этот констант, ну, тогда f это и есть x, но, ну, x умножить на константу, ну, тогда y равно x на константу на какой-то многочлен h, ну, что абсурдно, да, даже при многочлене h равном константе, у тебя многочлены y и x не являются отличающимися на константу, да, просто по определению, вот, ну, и, соответственно, этот идеал новый какой-то, он вот, как бы, не порожден одним. Фактор по нему очевиден, это просто k, а вообще, вот, факторы по многочленам, факторы многочленов по идеалам бесконечная бездна, это, в общем-то, вся алгебрической диаметрия, по сути. Ну, приведу пример, например, как строят комплексные числа таким образом. Я утверждаю, что c это фактор кольца многочленов от одной переменной по идеалу главному, порожденному вот таким многочленом. Ну, действительно, смотрите, я утверждаю, что x, его класс, вот этот x плюс k от x, вот класс x в этом идеале, в этом, в этом, в этом кольце, в этом фактор кольце, в этом фактор кольце, класс, если его возвести в квадрат, да, что это такое? По определению, это класс элемента x квадрат, x квадрат плюс вот этот k от x, да, то есть плюс всевозможные многочлены. Но это то же самое, что минус 1 плюс 1 плюс x квадрат, да, вот, минус 1 плюс 1 плюс x квадрат. Я ничего нового не сделал, я просто прибавил и вычил единицу. А теперь это то же самое, что минус 1 плюс k от x, потому что я сдвинул на элемент из k от x, вот он, ой, плюс k от x, господи, плюс идеал, плюс идеал вот этот вот, x квадрат плюс 1. Я писал до этого глупость, слава богу, если кто из вас это понял. Вот, вот, и теперь я прибавляю, значит, этот самый x квадрат плюс 1. Ну, и если идеал, который является кратным и выражение x квадрат плюс 1, я еще прибавил x квадрат плюс 1 один раз, потому что ничего не изменилось, все равно кратный этого идеала. То есть, получается, что это то же самое, что минус 1 плюс все кратные многочлены x квадрат плюс 1. Но это означает, что вот этот элемент в квадрате равен минус 1. Ну, остальное дело техники просто. Можете проверить, что получается, что все эти однозначно определяются линейными, все классы, различные классы внутри такого фактора однозначно определяются линейными выражениями при условии, что x квадрат равно минус 1. А это и есть комплексные числа. Вот, то есть даже комплексные числа строятся из этой конструкции. Ну, из прикольного, идеалы в кольце гауссовых чисел это такие красивые решеточки, самая простая из которых порождается элементом 1 плюс i. это вот все, которые лежат в этих вот... Ну, и фактор по ней, да, фактор по ней содержит всего два элемента 0 и 1. А вот если я, например, возьму решетку порожденную двойкой, то фактор будет, на самом деле, в факторе будет лежать 4 элемента. Между прочим, внимание, z от i, фактор по идеалу порожденного пятеркой внутри кольца z от i, это поле из 25 элементов. То есть это не обычное поле. Обычные поля, конечные, которые мы знаем, они из простого числа элементов. Это уже более сложное поле, оно из квадрата простого числа. Ну, на самом деле, существуют поля, в которых находятся любые степени простых чисел. Количество элементов равно степени простого числа. Ну, вот они, на самом деле, в этих кольцах иногда лежат. А может, даже и всегда лежат. Вот это надо уточнить. Вот так. Знакомься с идеалами. Продолжение следует...